Всем привет! Сегодня будет обзор на вот такие новиночки Карандаш для бровей серии Giordani Gold У меня выполнен макияж при помощи этих двух карандашей Об этом я расскажу чуть позже, а сейчас пока сводч Вот так вот выглядят эти два оттенка карандашей Более светлый темный оттенок На конце есть кисточка, которая идеально подходит Она жесткая для того, чтобы растушевывать бровь И делать действительно трендовый, такой нюдовый, натуральный макияж Когда никто не скажет, что вы подрисовали брови Я же делаю немножко наоборот У меня действительно видно, что насыщенно нарисованы бровки Но это в зависимости от того, как вам нравится больше Итак, два оттенка, светлый и темный Я вам рекомендую их иметь оба Почему? Чтобы можно возможность было подкорректировать Красиво действительно рисовать форму Эти оттенки имеют серый потон Вы можете видеть, какой более светлый и темный оттенок Они действительно трендовые, которые сейчас соответствуют тенденциям моды Трендам, чтобы брови были натуральные И с таким, как и есть волосы, сероватым потоном Раньше у нас в Reflame были много лет назад Вот такие карандаши, это у меня из моих запасов И уже много лет Они имели вот такой коричневатый потон Видите, коричневый и здесь более холодный серый пигмент Как наносятся, мне, конечно, нравится по качеству больше вот это Здесь они сейчас, то ли это уже давно старые 4-5 карандашам, они имеют зернистость Здесь натурально хорошо прокрашиваются и бровки оформлены хорошо Сейчас мода на брови настолько актуальна, настолько в тренде Сейчас бровям уделяют даже больше времени, чем обычному макияжу глаз Используют карандаши, как карандаши, вместе гель для бровей Тени для бровей, могут дорисовывать форму, свету закреплять То есть сейчас идет такое изощрение Вот, поэтому, конечно же, очень удобно иметь разные инструменты Экспериментировать с внешностью И, вы знаете, если взять меня, то форма моих бровей, она была разной Когда-то, это там лет 15, может даже 20 лет, это были в тренде тонкие брови Я их выщипывала, делала красивую форму, соответствующую тем трендам Точнее, многие делали татуаж для бровей Я очень хотела сделать, но, как мне говорили визажисты, ни в коем случае это не делай Почему? Потому что мода на брови, она меняется И, имея под рукой правильные инструменты и научившись правильно делать форму бровей Ты всегда будешь в тренде Да, единственное, что да, я жалею, что сейчас моя форма бровей, она тоненькая И мне нужно постоянно увеличивать бровь, потому что я поняла, что все-таки Там моя форма бровей, которая была натуральна, она все-таки сейчас больше трендовая и больше мне подходит Итак, если вам интересно, как я делаю свои бровки, то смотрим видео Я вам рекомендую иметь два оттенка для того, чтобы можно скульптурировать как-то бровь и делать ее в стиле амбре Я специально отращиваю брови сейчас Вы можете видеть, это не просто там не выщипанные брови, а я хочу их как можно больше расширить Потому что сейчас, раньше когда-то были модные узкие брови, сейчас это все-таки широкие брови И такие натуральные, то есть четко линии границ нет Поэтому я всячески пытаюсь их отрастить Вот, то есть смотрите, какие варианты есть бровей Первый, это натуральный, вы немножко подкрашиваете бровь И она такая у вас естественная, естественный макияж Вот, это первый, первый вид нанесения Как усилить? Мы можем взять второй карандаш И я добавляю темным оттеночком Немножечко подрисую вверх Да? Вот, следующий этап Нужно форму бровей сделать как можно больше естественной Поэтому по направлению росту волос мы немножечко прочешем Так получается более натуральная бровь Можно чуть-чуть опустить Так как у меня узкие брови, перещипанные когда-то Я сделаю вот так Посмотрите, да? То есть узкая бровь, более широкая, больше ухоженная Второй вариант, я сделаю более интенсивную бровь И покажу это на этой стороне Я расширяю бровь и заполняю как можно больше пространства Серым подтоном Если мне хочется более яркий вакияж сделать Я заполняю все пространство И также могу чуть-чуть подкрасить темным карандашом Буквально создав очертание контур Прорисую Вверх Вот, все То есть более естественный, более яркий И если мы видим, что опять же таки цвет с цветом немножечко переборщили Что мы делаем? И совет вот эту верхнюю часть чуть-чуть потом подснять щеточкой Как бы сделав, что это у нас натуральные волоски Эта бровь более естественный, натуральный вид Повседневный макияж С этой стороны более насыщенный Так как у меня яркий макияж Сейчас я сделаю бровки одинаковыми Потому что мне нужно кое-куда идти И я немножко покажу вам другие фишки Итак, сделала бровь более интенсивной, насыщенной И вот такой вот приемчик Дотронулись Немножко прочесали, пошевелили Может сделать Растушевать И чтобы у вас не было четких линий, каких-то переходов Это первый такой вот эффект Также цвет брови можно немножко скорректировать У нас есть палетка Первый вариант, конечно же, я могла бы вам показать новую палетку Второй вариант, это рабочий Чтобы вы понимали, что да, действительно я этой палеткой пользуюсь Я ей пользуюсь двумя способами Первый, это намочив кисточку Я пользуюсь светлым оттенком Так я полностью могу забить пространство между волосиками И второе, например, сухое нанесение Это более темный оттенок Когда я его использую То есть, например, сейчас Если вы видите, что оттенок карандаша для бровей имеет более серый Серый потон, а вам нужно немножко коричневого Значит вы буквально чуть-чуть добавляете Либо вам нужна светлая пигментация, более светлый оттенок Либо вмешаете вместе с темным Смотрите Пробиваете, да, какой вам нужен оттеночек И потом уже забиваете в пространство Потому что все-таки карандашом Может, карандашом мы делаем подрисовываем штрихи Поэтому вы немножечко можете подкорректировать Опять же, нанесли После того, если вы видите, что, может быть, переборщили Так же, как с терочкой Раз, и прошлись То есть, оттеночек можно подкорректировать Еще один способ нанесения Это вот такие вот тени кремовые У нас есть The One серия Вы также можете взять После того, как вы оформили брови Либо немножко до Набрав пигмент Забить его И получив интересный оттенок Добавив То есть, это будет такой более насыщенный Интересный оттенок Опять же-таки, в зависимости от того Какого эффекта вы хотите добиться Но скашение работы Также можете использовать Потому что я ее использую не всегда Иногда, когда мне действительно хочется сделать Совершенный макияж Совершенные брови У меня есть достаточно времени Тогда я могу использовать Два геля для правей В зависимости от того, какой эффект мне нужен Они не очень сильно отличаются Более светлый, более темный оттенок Наверное, я сейчас немножко подсветлю Или сделаю Или, например, просто нужно вам сделать Серый потон карандаша более коричневым В зависимости от оттенка И волос и макияжа Например, сейчас я прохожусь И делаю бровки мои более густыми Так как мы прокрашиваем реснички Мы также можем улучшить наши бровки Расчесав их в нужную сторону Ну, это у кого как волоски растут Еще раз не обращайте внимания на то, что у меня отросшие бровки Я специально их максимально хочу отрастить Сделать более широкими, естественными Я вам желаю быть непостоянной женщиной Менять форму бровей, цвет бровей Как-то играть с макияжем Под настроение, под вашу одежду, под гамму Пользоваться разными продуктами Только так вы поймете, что именно ваше А вы уже пробовали новые карандаши для бровей? Если да, пожалуйста, напишите в комментариях